Девушки отдыхают «Спасите планету Земля» – авторская работа Натальи Бондаревой Заслуженная артистка России в этот раз решила поставить спектакль не с профессиональными актерами, а с самыми обычными школьниками Ученики 3-го Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии с радостью поддержали идею режиссера Ребята незамедлительно приступили к репетициям и подготовке экологического проекта «Нам так плохо и печально, нет водицы ключевой, увядай, засыхай, помогите!» Я очень рада, что двери лингвистической Одинцовской гимназии были открыты для нашего проекта И была идея все-таки сделать экологический проект Потому что, ну как бы это ни звучало, все равно дети – наше будущее И им дальше жить с нашей землей, любимой, родной, с планетой нашей Конечно, то, что сейчас происходит – это ужасно Нет хорошего воспитания, экологического воспитания каждого нашего гражданина Поэтому хотелось бы, чтобы ребята, когда посмотрели, да, вот такую нашу творческую работу Чтобы они уже потом задумывались о чистоте То есть, если ты идешь, скушал, там, не знаю, конфету, там, яблоко И можешь ли ты это выбросить? Просто так идти и выбросить Очень хочется, чтобы все-таки отклик в сердцах эта работа нашла Ну, а, конечно, дети, не буду скрывать, третьего Д-класса Это для меня любимые дети Потому что, конечно, моя дочка учится в этом классе, замечательно Я благодарна Галине Владимировне Бредихиной За ее такой, знаете, за ее оптимизм, за ее неравнодушие И когда мы с ней приняли решение, что мы будем работать совместно Ну, как-то сразу, я не знаю, мне кажется, как-то по-другому даже Мои коллеги стали мыслить, потому что, конечно же, это было сложно И работать с детьми сложно Нужно было какие-то моменты очень много отрабатывать Потому что, конечно же, им даже просто схему сцены понять тяжело То есть даже просто выйти в центр и встать туда, куда нужно Это была целая такая для них победа, когда получалась Ну, и, конечно же, это и музыка, и костюмы В общем, ну, все, как всегда, приложили свою руку Ну, и, конечно, все, как всегда Не случайно был выбран именно этот класс Здесь учится дочь Натальи Несколько детей занимаются в ее театре Все это позволило быстро мобилизовать ребят и направить их в нужное русло Мариамна Бондарева уверенно держится на сцене Она почти с рождения привыкла быть в свете софитов Наталья надеется, что дочь продолжит ее дело Она видит, насколько нравится вся творческая жизнь юной артистки Для каждой мамы свой ребенок все равно Он самый любимый, самый долгожданный, самый дорогой Поэтому мне сложно, но я надеюсь, что вот эта работа, да, ее работа Ее маленькое сердце, она тоже начинает жить по-своему, мыслить по-своему Конечно же, ну, как сказать, я не знаю, мне сложно Вот видите, вы задали вопрос, да? А это то, что здесь, это то, что внутри, то, что в душе Конечно, каждой маме очень хочется, чтобы ее ребенок был, конечно, продолжателем ее Даже не то, что таланта, а ее мыслей, ее взглядов Конечно, им отдаешь самое дорогое, что ты знаешь Поэтому она старается, волнуется, аж до слез Но я рада, я говорю, что очень хороший тандем получился Тандем очень хороший получился Это и театр, где уже люди вообще, ну, как бы живут, да, в этом И, конечно, дети Как бы это тоже опять же не звучало, да, но дети – наше будущее Мы должны все равно для них свое внимание Не обделять их своим вниманием Чтобы они, конечно, сполна получали от нас, от взрослых Тот посыл, то зерно, которое они уже понесут дальше В Одинцовской лингвистической гимназии особое внимание уделяется проектной деятельности Здесь участвует вся семья Довольно часто звездные мамы и папы становятся режиссерами спектаклей И помогают своим детям реализовать их идеи Мы очень гордимся, что проектная деятельность у нас зародилась с самого начала основания гимназии Намного раньше, чем была введена ФГОС Поэтому это основной вид деятельности И проектной деятельностью занимаются у нас с первого класса обучающиеся до десятого Девятый и одиннадцатый не берем, потому что, ну, вот они сдают экзамены Но кто хочет, они обязательно могут защитить свои проекты Надо сказать, что в гимназии делают как коллективные проекты, так и индивидуальные проекты И к участию в этих проектах, конечно, привлекаются наши родители Родители с удовольствием участвуют в проектах и организуют их Так наши известные родители, такие, например, как Алиона Апина Тоже делали со своим классом на протяжении нескольких лет Замечательные спектакли И потом даже были представлены на различных конкурсах и побеждали А вот сегодня Наталья Бундарева тоже вместе с третьим Д-классом Представляет экологический проект Надо сказать, что это очень важная тема Вот сейчас Галина Олеговна Кириченко, классный руководитель третьего класса Стала победителем районного конкурса классных руководителей И ее концептуальная деятельность – это экология Как это важно, да, вот с малого возраста Рассказать детям о том, как важно беречь нашу планету Планету Земля И сегодня Наталья Бундарева вместе с третьим Д-классом Вместе с классным руководителем Бредихиной Галиной Владимировной Осуществили этот проект Экологический проект учеников третьего Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии о защите нашей планеты Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде Закладывается с первых дней жизни ребенка И задача взрослых на личном примере показать, что делать необходимо И чего лучше избежать Ребята предложили свой план спасения планеты Мы сделали экологический проект, чтобы как-нибудь людей начали убирать мусор Чтобы они как бы вспомнили точно Если мы будем мусорить, то ничего хорошего не получится Мы хотим донести то, что нельзя мусорить планету От этого будет худше всем И будет очень грязная планета И это некрасиво Наш проект о экологии И мы понимаем, когда его будем показывать Что надо уберечь планету Потому что если мы ее не будем беречь, не будет и нас Наш проект «Спасите планету из земля» Потому что люди всегда мусорят И не убирают за собой Кидают все не в урну И поэтому мы сделали такой проект «Спасите планету из земля» Всем привет! Меня зовут Судушка Я же пришла вам нужна моя помощь Ну что, повторяйте за мной! Очистим лес три и четыре Соберем всех друзей Соберем всех друзей Вместе будет веселеть Вместе будет веселеть Лес родной мы защитим Лес родной мы защитим И во виду не дадим И во виду не дадим И не дадим Гимназисты первым делом решили очистить воду от загрязнений Леса от мусора И самое главное Привите людям бережное отношение к природе Может быть, некоторые мусорят до проекта Но, может быть, после проекта кого-то это тронуло, и он перестанет мусорить, загрязнять нашу зиму. Мы хотим донести то, что не мусорить, нельзя мусорить, то, что мы вредим нашей планете. Порой кажется, что планета – огромное место хватит и для людей, и для мусора. Но это не так. Пора приниматься за генеральную уборку. Хватит потребительски относиться к природе. С таким призывом обратились к зрителям ученики 3-го Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии. Пусть будет счастье и любовь, и светит людям солнце вновь. Пусть будет счастье и любовь, и солнце светит вновь. Я очень рада, что у нас, слава Богу, получилось, и что сегодня у нас много гостей, приглашенных. И из других школ детки пришли тоже посмотреть и поддержать. Я очень рада, что вот такой отклик, такой хороший, добрый, радостный. И у взрослых, у детей этот проект он получил. Ребята под руководством Натальи Бондаревой создали экологический проект, который направлен на воспитание у человека бережного отношения к природе. Специально для этого проекта была написана музыка, созданы костюмы и декорации. Над спектаклем трудилась дружная команда театра Натальи Бондаревой. Каждый внес свой вклад в общее дело. Это совершенно совместная работа, конечно, театра. Это все и художники, и декораторы, и балетмейстеры, и звукорежиссеры, и актеры. То есть все, это именно совместная работа театра и маленьких таких артистов. После сегодняшнего такого у нас с ними уже тендема, это уже все, маленькие наши коллеги. Большая ответственность лежала на ребятах. Лица в образы и блестяще сыграть на сцене. Я играю мальчика. Я думаю, наш проект об экологии. И даже у нас есть в проекте ДУП, который рассказывает нам про природу, как ее надо беречь. То, что если бросить что-то, то это может очень долго гнить. И от этого может пострадать не только мы, но и вся природа. Наша театральная постановка о экологии «Спаси планету Земля». Я играю роль кузнечика, который призывает белых птиц, и они пробуждают отряд зеленых, и они как бы убирают землю от мусора. Я достаточно чуть-чуть волнуюсь, но я знаю, что все обязательно получится. Я не очень волнуюсь. Репетировали мы достаточно долго, наверное, несколько месяцев. Мы хорошо очень подготовились, но я не очень волнуюсь. Будущее нашей планеты в руках детей, ведь именно им предстоит жить на Земле и продолжать дело своих взрослых друзей. Все ребята четко усвоили урок. Если каждый бросит по бумажке, планета станет заморашкой. Я думаю, что эта птица должна лететь дальше и возвещать всем людям о мире, о экологии, о своей любви к родной Земле. Чтобы вот эта вот каждая душа каждого человека, чтобы она могла расцветать как цветок. И чтобы каждый человек, вот своей любовью каждый человек мог оберегать нашу планету, нашу любимейшую, драгоценную Землю и ценить то, что мы имеем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok